22 мая по всей стране прошло предварительное голосование партии «Единая Россия». Каждый житель смог прийти на счетный участок и отдать свой голос за того, кто, по его мнению, достоин представлять интересы населения на предстоящих выборах в Московскую областную и Государственную Думы. И вот пришло время подвести итоги. Именно поэтому члены партии «Единая Россия» решили собрать специальную пресс-конференцию, на которой рассказали о ходе голосования и результатах праймерис. По словам секретаря Щелковского отделения партии Надежды Суровцевой, предварительное голосование помогло справиться не только с основной задачей, выделить из числа всех кандидатов самых достойных, но и дало дорогу молодым. Мы поистине хотели выбрать тех кандидатов, которые поддерживаются народом, и достаточно, так сказать, ну именно тех кандидатов, которые поддерживаются большей части населения, чтобы они потом шли кандидатами на выборы в Государственную и в областную Думу от партии «Единая Россия». Но кроме этого, конечно, задача праймерис – это определенным образом обновления и новые лица, которые должны быть в Государственной и в областной Думе. Очень обрадовала организаторов праймерис явка населения. Она соответствовала прогнозам и по Щелковскому району составила 7,88%. Итоги голосования также уже подведены. Наш муниципалитет, который входит сразу в три избирательных округа, сделал свой выбор. По Балашихинскому округу, в котором участвует Щелковский район, у нас большее количество голосов набрал Владимир Николаевич Шапкин, действующий депутат Московской областной думы. Точно так же у нас по еще двум округам – это округ Ногинский, так называемый и Пушкинский округ, там тоже выдвигались много кандидатов, набрали большее количество голосов по Ногинскому округу Жуков Иван Николаевич, тоже существующий депутат Московской областной думы, а по Пушкинскому округу Слуцкая Ирина, наша знаменитая фигуристка. Теперь на ближайшем заседании регионального полицсовета партии победители должны быть утверждены кандидатами на выборы в Московскую областную думу по своему одномандатному округу, если, конечно же, они не пожелают снять свою кандидатуру. Победитель по Балашихинскому округу Владимир Шапкин считает эту победу хорошим показателем своей работы, потому что именно голоса жителей показывают, справляется депутат со своими обязанностями или нет. Но самое главное, по мнению парламентария, это возможность лично пообщаться с жителями и узнать об основных проблемах населения. Такое общение, как ничто другое, помогает выстроить план работы на будущее. Мы должны четко просчитать по всем территориям, по всем сферам, по всем направлениям работы, что мы реально можем сделать, обладая определенными ресурсами – финансовыми, административными, общественными. И здесь предварительное голосование нам, по сути дела, четко определило вот эти приоритеты. По словам депутата, основные приоритеты у населения сейчас – это благоустройство, улучшение уровня жизни и инфраструктуры, создание новых рабочих мест, а также экология. И Владимир Шапкин со своей командой в первую очередь намерен работать именно над этими вопросами. Мария Смирнова, Александр Ржевский, телерадиокомпания «Щелково».